Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря снова данные из Германии. В частности, в 7.00 по GMT ждем статистику по промышленному производству. В Германии заранее, учитывая последние отчеты по индексам активности в промышленном секторе, что в Германии, что еврозоны в целом, я не ожидаю. Сегодня хорошие статистики, я думаю, что вы со мной согласитесь. Да и в целом Европа, еврозоны, Германия — это такие региональные аутсайдеры, которые никак не создают условия для роста курса единой валюты. И единственное, что можно использовать, чтобы оправдать интерес к евро в последней торговой сессии, это вот эта локальная внезапная слабость американского доллара. Но сейчас инициатива уже снова переходит к покупателям доллара. Индекс доллара корректируется, и в случае продолжения этой тенденции на рынке снова будет доминировать нежелание работать с рейском инструменте. Учтите это обязательно, друзья. Также сегодня в 17.00 по GMT состоится выступление представителя американского регулятора, голосующего члена Федрезерва Вильямса. Сейчас мы должны, конечно же, внимательно оценивать каждую речь, каждое высказывание, каждое заявление тех представителей, которые имеют непосредственное, самое прямое отношение к будущим решениям Федрезерва по ключевой процентной ставке, потому что в конечном счете от этого зависит, что мы делаем с американским долларом. Также еще хочу обратить ваше внимание на фундаментальные отчеты, но они, правда, уже как бы в прошлом, потому что ранним утром мы имели возможность проанализировать данные по торговому балансу Китая, и также сегодня состоялось еще и заседание Резервного банка Австралии. Регулятор принял решение повысить процентную ставку на 25 байсных пунктов с 4,1 до 4,35%. К перспективам австралийского доллара в этой связи я предлагаю вернуться чуть позже. А теперь давайте по порядку. Индекс доллара 105.21. Локально восстанавливаемся. И хорошо, потому что нам нужно увидеть доллар на более высоких ценовых уровнях. Первое, на что стоит обратить внимание, это ситуация с доходностями американских облигаций. Десятилетние трежи сейчас держатся на уровне 4,64%. То есть распродажи не продолжаются, и это хорошо, потому что чем выше доходности трежерист, тем больше условий для дальнейшего роста американского доллара. Трейдеры продолжают анализировать данные по Nonfarm Perils. Мы вчера очень много о них говорили, я обратил ваше внимание, что цифры были не настолько шокирующими, чтобы можно было бы объяснить вот такое серьезное снижение курса американского доллара. В конечном счете, когда рынок успокоится, как раз в ближайшие торговые сессии, есть такая возможность, потому что на повестке экономического календаря нет значимых фундаментальных релизов. И у рынка есть возможность еще раз переварить все то, что мы накопили за последнее время, и принять для себя уже финальное решение, что же делать по курсу американского доллара с индексом доллара, с этим инструментом. Ничего крайне плохого от Nonfarm Perils мы так и не увидели. Общее количество рабочих мест 150 тысяч, против прогноза 180 тысяч. Единственное, что замедлились темпы роста средней заработной платы. Но это пока что один отчет. Нужно, чтобы была тенденция, которая указывала бы на сохранение вот этой траектории снижения темпа роста средней заработной платы. Пока у нас этой тенденции нет. И излишне паниковать сейчас не нужно. Завтра выступление Паула. Вот он точно должен уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. Надеюсь, то, что он прольет свет на планы Федерализирова будущие касательно дальнейших действий, исходя из того, что уже вышел один значимый отчет Nonfarm Perils. Но до конца года у нас будет возможность еще проанализировать два релиза по инфляции и один отчет по рынку труда. Поэтому будет с чем работать. Самое главное, не теряйте бдительность, друзья. И еще раз взвесьте все за и против относительно сделок по покупке индекса доллара. Золото 1971 доллар за тройскую унцию. Локальное снижение продолжается. И вот эти уровни лично мне начинают уже импонировать, чтобы прям пристально присматриваться к этому активу и, может быть, проявить решимость и открыть длинную позицию. Я сейчас ориентируюсь на рыночный сантимент. Пока что он не подает таких стоящих качественных сигналов, потому что расстановка сил большинства и меньшинства 60 против 40. Если будет перекос там 70-30, либо еще более разительный, тогда я вам подсвечу эту возможность и обязательно прокомментирую действия непосредственно по торговой активности золота. Рынок нефти 84,71 доллар за баррель. Вчера озвучил несколько факторов, на мой взгляд, долгосрочного воздействия на котировки Brent. Это решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение производства нефти до конца этого года. Ранее Россия также добровольно согласовала снижение добычи еще на 300 тысяч баррелей в сутки. Геополитика тоже никуда не делаясь. Но сегодня на котировки давили данные по торговому балансу Китая. В частности, экспорт снизился на 6,4%. Прогноз предполагал снижение почти вдвое ниже, на 3,1%. Но при этом данные по экспорту были частично нейтрализованы хорошей статистикой по импорту, потому что он вырос на 3%, при этом эксперты прогнозировали, что импорт снизился на 6,2%. В четверг выйдут данные по инфляции. Более значимый релиз, потому что инфляция это индикатор потребительской активности. И я предлагаю все-таки еще остаться оптимистами, поверить в потенциально сильную статистику из Китая и в то, что она сможет оказать поддержку котировкам Brent и WTI. Британская валюта 1,2329. Еще вчера мы наблюдали, как пара пыталась протестировать отметку 1,2450, сейчас котируется уже на 100 пунктов ниже. Это доказывает потенциал слабости, который будет реализован в ближайшей торговой сессии. Цели долгосрочные 1,20 никуда не делись. Я вчера также комментировал, что они все еще актуальны. Данные по строительному сектору Англии 45,6. Фактический показатель небольшое повышение 45. Но как ни крути, индекс существенно ниже 50, то есть остается в зоне стагнации. Можно сделать вывод, что высокие процентные ставки вкупе с высокой инфляцией. В Англии давят на рынок недвижимости и становятся причиной, по которой домохозяйство, британцы отказываются от инвестиций в недвижку. Это проблема. Поэтому эту проблему может быть на дистанции удастся решить, но только не жесткая монетарная политика. Без жесткой монетарной политики фунт не сможет найти какую-то основу долгосрочную для укрепления своих позиций. Поэтому мы готовимся к неизбежной рецессии. В пятницу выйдут данные по ОВП, которые, скорее всего, очень сильно подпортят настроение. Я надеюсь, что фонд на этом фоне окажется ниже. Доллар иена 150.23. Немного жалею, что пожадничал и стал дожидаться более глубокой коррекции по паре. Лоу 149.18. Я думаю, что если пара будет ниже отметки 149, можно будет купить с целью 150. Ну, вот опоздал. Пока что новых сделок не открываем, потому что чем выше пара находится отметки 150, тем выше вероятность валютных интервенций. Но то, что у нас есть по текущему фундаменту, это фон не за покупки иена, потому что снижается активность в сфере услуга Японии. И Уэда, который возглавляет Банк Японии, буквально накануне подтвердил, что даже несмотря на наличие незначительного прогресса по снижению инфляции, Банк Японии не намерен отказываться от мягкой монетарной политики. И, как говорил уже по австралийцу, австралийцы против доллара 0.6435 текущие котировки. Очень неожиданный и, на мой взгляд, несколько даже странный стремительный обвал, который мы сегодня наблюдали на азиатской сессии, учитывая то, что Резервный банк Австралии повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Были сигналы от руководства о том, что политика может остаться жестко, если инфляция продолжит расти. А в Австралии инфляция действительно растет. В третьем квартале она прибавила с 5,3 до 5,4%. И последний релиз по роничным продажам мы видели рост на 0,9% против прогноза снижения на 0,3%. Если бы не сегодня, на мой взгляд, слабые данные по экспорту Китая, то настроения были бы совершенно другими. Но все равно рынок должен хотя бы частично отыграть факт повышения ставки. И в этой связи я рекомендую просмотреть возможность торговли пары австралийцев против доллара сейчас с точки зрения такого рискового предприятия. Купить с целями 0.65-0.66. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!